Виктор Владимирович, наши подписчики спрашивают, если высокое содержание тромбоцитов в крови могут образовываться тромбы, а могут ли тромбы рассасываться в организме сами собой и зависит ли это от качества крови? Подробно на эту тему, как помочь себе с точки зрения контроля за уровнем тромбоцитов, как избежать тромбообразования, как избежать тромбокатастроф, мы поговорим на нашем ближайшем вебинаре. Ссылочка на него находится под этим видео. Милости просим, регистрируйтесь, приходите, задавайте вопросы, интересуйтесь, и мы с удовольствием с профессором Картаненко, Татьяна Владимировна, ответим на ваши вопросы. По большому счету, конечно, существует такой механизм в течение суток, который называется циркадный ритм. И поэтому тромбоциты сами по себе, они являются тем самым маркером их количества или наличие количества в крови является показателем того, как регионально в то или иное время, в каком состоянии находится состояние сосудов. Это, в общем-то, считывается, по большому счету, осматическим давлением, это считывается газообразующими структурами крови. Почему? Потому что именно по законам физики, есть определенные законы физики о сосудах, и как раз-таки эти законы очень хорошо налажатся на то, как ведут себя тромбоциты. И если мы говорим о повышенном содержании тромбоцитов, то надо, конечно, обращать внимание, что они, как правило, сопровождают такие состояния, как латентно-текущие воспалительные процессы. А с учетом того, что сами по себе тромбы утилизируются, тромбокиназа, есть такой фермент, который образуется у нас в поперечном ободочной кишке, то очень точно надо себе представлять систему, какие же хронические воспаления у нас могут вызывать повышенный уровень тромбоцитов. Во-первых, это у нас может быть латентно, сори, может быть латентно-текущее или скрыто-текущее воспаление головки поджелудочной железы. Во-вторых, это у нас может быть или явно, или скрыто-текущее воспаление со стороны большой кривизны желудка и луковицы 12-перстной кишки. Очень часто большое количество тромбоцитов у нас вызывается острым аппендицитом на фоне высокого уровня лейкоцита, повышается большой уровень тромбоцитов. И поэтому в этом плане, конечно, надо еще и обращать внимание на состояние варикозно-извиненных сосудов. Почему? Потому что там, где у нас есть задержка, какие-то изъязвления, какие-то нарушения, я имею ввиду задержка протекания крови, особенно в венозной системе. И с учетом специфики белковой тромбоцитов, конечно, они могут просто сбиваться в стаи, сбиваться в кучи, а задержка крови венозной приводит к тому, что они могут накапливаться в определенных местах и вызывать тромбоз. И я хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что вот, слава Богу, кончающее или заканчивающееся вот это лето, вот с этими низкопадами температур, очень часто, конечно, сопровождается вообще повышение температур тела или резкое снижение температуры тела, как раз-таки очень часто сопровождается в просвет сосудов большим количеством тромбоцитов. И, кстати, очень печальный исход это может принимать в виде разрыва сердца, в виде инфаркта. И вот знаменитый, знаменитейший актер Анатолий Попанов, как раз-таки, в общем-то, по теперешним меркам, 63, по-моему, года, закончил свою жизнь под струями контрастного душа. Приехал со съемок, ему захотелось искупаться, он включил вначале горячую воду, потом холодную воду и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю то, что я сейчас могу вызвать в очередной раз нападки на нас с вами, Татьяна Владимировна, но вот этот сам процесс моржевания, сам процесс закаливания, он очень длительный и он не может носить спонтанный характер. Потому что сам, извините за трофтологию, характер поведения сосудистого тонуса, он приводит к тому, что в норме обычное количество тромбоцитов, вдруг ни с того ничего, превращается в гранату, превращается в лимонку, который в истонченных каких-то видах сосудистого тонуса начинает лопаться. И в связи с этим я хочу лишнее рассказать о том, что вот эти попытки активизировать, увеличить количество или уменьшить количество тромбоцитов, очень часто заканчиваются очень печально, в части того, что начинают включаться такие механизмы довременные, как саркопения, то есть и уменьшение массы тела, как остеопения, уменьшение массы костной ткани. И, кстати сказать, вот эти попытки омолаживания, введения галуроновой кислоты по делу и без дела, особенно увеличение губ, подсадки различных протезов в области молочных желез, в области ягодиц и так далее, и так далее. Как правило, сопровождающиеся увеличением лейкоцитарной массы, а соответственно лейкоцитарной массы, очень часто приводит к тому, что появляются те или иные проблемы, которые потом с трудом расшифровываются врачами, специалистами. Вот резко помолодело количество невритоседаличного нерва. Резко помолодело. Начали заниматься. С чем это связано? Оно это связано с тем, что ставят так называемые пуши ягодичные, которые давят на пояснично-крестцовую зону, давят на определенные участки костей таза, через которые проходят седаличных нервов. И у этих дамочек начинает неметь нога, коснеть нога, синеть нога и так далее, и так далее. Неврологи бьются в истерике, пациенты бьются в истерике, а ответ лежит в плоскости как раз-таки вот этих вот моментов, связанных с протезированием. Или очень часто, к сожалению, это бывает при практике неумной замены зубов, протезирования зубов. При этом абсолютно забываются основы химии, неорганическая, в той части, что дента, дента наша, которая покрывает, эмаль, которая покрывает наши зубы, она очень тесно связана с кальцием. А кальций очень тесно связан с тромбоцитами. Почему? Потому что, если вы хотите увеличить количество тромбоцитов, если у вас есть тромбоцитопения, и у вас есть склонность к кровоточивости, конечно, надо в первую очередь не принимать продукты с большим количеством регуляторов тромбообразования, а посмотреть, как ведет себя желчный пузырь, посмотреть, как ведет себя тромбокиназа, посмотреть, как ведет себя кишечник, посмотреть, насколько выражены или не выражены геморроидальные узлы или геморроидальные уровни на уровне самой прямой кишки. То есть, надо всегда включать голову и со стороны пациентов, и со стороны докторов. И плюс к этому я еще раз говорю о том, что тромбоциты, они сезонные. Они сезонные, потому что они регулируются и регулируют уровень, как раз-таки, плотности, так называемая тромбоцитарная насыщенность, или тромбоцитная насыщенность, которые могут формировать вот эти вот самые, особенно это видно при трофических язвах. Особенно это видно при трофических язвах, когда смотришь, как изъязвление кожи сопровождается вот этими вот сгустками. Когда начинаешь смотреть в лаборатории под микроскопом, видишь, что это, так сказать, бесцветная кровяная тельца под названием тромбоцитов. Но они формируют такую вот белковую масочку. Ну вот так, в нескольких словах. Да, а можем ли мы как-то этим процессом в организме помогать, их регулировать? Да, очень хорошо в этом плане помогают контролируемые бескислородные упражнения. Вот мы, Юлия Татьяна Владимировна, являемся авторами замечательной, извините за нескромность, но, тем не менее, практика почти 15-летняя, 17-летняя показала, что наша гимнастика бескислородная замечательно купирует в этой части и проявление и тромбоцитопении, и тромбообразования повышенного, ненужного. И поэтому, если мы правильно регулируем процесс дыхания, не дыхания, я понимаю, что есть, могут быть отсылки к различным аппаратам и так далее, и так далее, и так далее. Но, когда это делается в комплексе с использованием биологически активных точек, которые регулируют кровь, вы знаете, вот, если у вас есть знакомые рефлексотерапевты, спросите у них, сколько они знают точек, которые регулируют кровь. И вот самое удивительное, самое удивительное, что за много-долго до того, как были, стали известны вот эти лейкоциты, стали известны тромбоциты, стали известны нейтрофилы, эритроциты и так далее, и так далее, и так далее. Китайские врачи, монгольские врачи прекрасно знали локусы, то есть, на теле места применения, которые или увеличивали кровеобразование, то есть, давали возможность сгусткам разрешиться, или наоборот, повышали уровень тромбоцитов для того, чтобы остановить кровотечение. Это известные методы. Это известные методы. Есть из этих методов что-то такое, что можно использовать обычному человеку. Но если человек знает свои лабораторные данные по тому, как ведут у него себя тромбоциты, если он знает, что у него есть угроза тромбообразования, то, конечно, мы об этом всегда сообщаем, мы об этом всегда говорим. И вот на нашем очередном вебинаре мы будем останавливаться очень подробно в этом плане и говорить, и показывать, и предлагать определенные скоропомощные мероприятия и системные курсы, которые позволят вам контролировать состояние своей крови в целом, формулы крови в целом, и в частности, очень важного такого участка крови, как тромбоциты. Ссылочка находится прямо под этим видео. Так и хотелось в лишний раз показать, что ссылочка находится вот под поперечно-ободочной кишкой. А поперечно-ободочная кишка находится вот здесь. И у вас, и у меня. Поэтому внимательно следите за животом. Внимательно следите за тем, так сказать, как у вас происходят процессы опрастывания толстого кишечника. И я хочу сказать, что огромной угрозой, огромной угрозой, конечно, помимо высокого уровня тромбоцитов, является еще и то, что очень часто высокие уровни тромбоцитов начинают формироваться тогда, когда идут, формируются запоры. Вот системные запоры, они всегда сопровождаются выходом в русло большого количества тромбоцитов. Помните, пожалуйста, об этом. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok